Оказалось, есть полевая структура, которая зависит от тела, и когда человек заболевает, она деформируется. А есть полевая структура, которая от тела не зависит, наоборот, тело зависит от неё. И вот если она деформируется, через какое-то время заболеет тело. Вот это было моё открытие, я был поражён, что такое возможно. То есть выясняется, что у человека есть два вида полей, биополей. Есть поле вторичное по отношению к телу, есть поле первичное, которое, оказывается, может существовать до тела, до того, как человек родился. И это первичное поле сказывается на его физическом состоянии. А потом, наблюдая за пациентом, я пришёл к поразительным результатам, выводам. Оказывается, это первичное поле, оно влияет не только на здоровье, но и на судьбу человека. То есть когда я с удивлением наблюдал, когда деформируются кармические структуры, первичные по отношению к телу, то у человека не только может болезнь появиться, но у него может появиться проблема по судьбе, вплоть до смерти. И даже смерть в поле можно будущее увидеть. Можно в поле человека увидеть будущее заболевание, будущее проблемы, несчастье и так далее. Вот это называется ясновидением. То есть тогда я понял, в чём суть феномена ясновидения. Оказывается, можно переключиться с внешнего слоя полей, выйти на тонкие первичные структуры, где есть информация о нашем будущем, исчитывать эту информацию и получить знание о том, что произойдёт через какое-то время. Это для меня было очень неожиданным. Тогда я понял, что картина мира диалектична. Что человек, оказывается, на самом деле, это несколько... Личность человека — это несколько не то, что мы из себя... То, что... Не то, что мы из себя представляли. С точки зрения науки, личность — это вот целостное я. Всё. Вот я есть, и других вопросов быть не может. Оказывается, нет. Оказывается, у нас минимум три личности в любом живом существе. Какие? Это моё я, связанное с телом. Это моё я, связанное с полевой структурой. И это моё высшее я, которое их объединяет. Опять же, закон троичности. Когда я начал исследовать полевые структуры, то, во-первых, я начал выходить на те слои полей, где видно будущее. Я стал видеть будущее пациентов. Но ещё один важный вывод. Я остановился в этом процессе и запретил себе видеть будущее. Объясню, почему. Потому что, оказывается, наше настоящее в какой-то степени формирует будущее. Но в ещё большей степени тонкие планы будущее формирует настоящее. Поэтому, когда я вторгаюсь в будущее, когда я его вижу, а закон квантовой механики гласит, что наблюдатель всегда взаимодействует с объектом. Вот квантовая механика, она говорит о полевых структурах. Так вот, когда я вижу будущее, я на него воздействую. И если я не могу остановить своих желаний, если я включаю свои желания и начинаю управлять будущим, могут быть серьёзные проблемы. Так вот, когда видишь будущее, то ты можешь изменить его. И это изменение будущего может войти в конфликт с общемировой высшей волей. И это может кончиться трагично для того, кто этим занимается. Поэтому я понял, что видение будущего, проникновение в тонкие планы очень опасно. Дальше. Оно может негативно влиять на человека. Уровень гордыни растёт. Для того, чтобы выходить на тонкие планы, нужно соблюдать ряд определённых условий. нужно иметь определённый характер. Нужно иметь возможность доступа. Нужно понимать, какие последствия могут быть. Нужно быть бескорыстным, отрешённым, добродушным, верующим. Я не буду останавливаться слишком долго на этих вопросах, но я понял, что видение будущего и видение тонких планов может быть очень опасным. Но для себя информацию всё-таки получал. ещё один любопытный момент, который меня поразил, когда я смотрел за гробный мир. Мне было интересно, что происходит с душой, когда я выходил на тонкие планы, когда человек умирает. Так вот выяснилось, что душа отделяется от тела через какое-то время. И она не просто в эпархии за гробный мир. Нет, что-то есть вроде частилища. То есть душа не сразу заходит за гробный мир. Идут подготовительные аспекты. Чем больше у человека агрессии, скажем, грехов накопленных, тем тяжелее душе уходить на тонкие планы. Так вот, когда я наблюдал за слоями загробного мира, я был поражён тем, что я увидел. Оказывается, там время сжато. Вот на физическом уровне, когда моё сознание связано с телом, у меня есть чёткое понимание настоящего, в котором я хожусь, прошлого, которое прошло, и будущего, которое будет. А когда у меня тела нет, когда я смотрю на полевом уровне, то там прошлое, настоящее, будущее едины. То есть там время едино. Там сразу видно прошлое, настоящее, будущее. Поэтому, когда душа человека уходит за гробный мир, она видит своё будущее. Она видит, что может произойти у родственников. Я думаю, многие слышали о том, что умершие родственники часто предупреждают нас об опасности. Они видят будущее, они пытаются нам помочь. И если это разрешено, как говорится, есть допуск, тогда мы эту информацию получаем. Кстати, что такое сон? Так вот, выяснилось, что сон, поскольку у нас два сознания, у человека, оказывается, есть два вида чувств, два вида мыслей. Поскольку человек есть существо физическое и полевое одновременно, то есть есть человек полевой и есть человек физический. Так вот, у нас есть два вида чувств, которые, так сказать, поверхностные, связанные с телом и глубинные, связанные с полевой структурой. У нас есть два вида мыслей, связанных с телом и связанных с полевой структурой. Каким образом я к этому пришёл? К парадоксальному выводу, неожиданному. Я смотрел, как деформируется полевая структура и видел, что там постепенно появляется болезнь. Потом, скажем, причём через несколько лет может появиться болезнь, когда я вижу деформацию кармических структур. Мне стало интересно, почему деформируется полевая структура. Я просто рукой убирал эти структуры, человек просто тут же выздоравливал. Но мне было интересно. Да, хорошо, я уберу проблему, но что является причиной? Почему деформируется полевая структура? Причём не вторичная, а первичная. Идёт деформация поля. Если она в определённом месте и имеет определённую конфигурацию, это тяжёлое заболевание или смерть. Да, я могу убрать, но что будет потом? Не перейдёт ли эта проблема ко мне? Значит, если я буду просто убирать механически эти проблемы, а потом я увидел, что действительно это всё переходит на меня. Целитель берёт на себя проблемы пациентов, если он не умеет заниматься целительством. Истинное целительство — это помочь человеку измениться. Если человек не меняется, а я его проблемы снимаю, они просто переходят ко мне или к моим потомкам. Так вот, я понял, что это чрезвычайно опасно, и мне хотелось узнать, почему деформируются полевые структуры. И вот тогда я с изумлением, наблюдая сотни, десятки, сотни и сотни случаев, я вдруг с изумлением увидел, наблюдая по времени, вот я вижу деформацию полевой структуры, смотрю по времени, когда это произошло, скажем, месяц назад, потом сижу, и часами я людей допытывал, что у них было в таком числе, в такое-то время. И вот набирая фактический материал, сотни и сотни случаев, вдруг с изумлением я понял одно. Деформация полевых структур происходит тогда, когда у человека в душе агрессивные чувства. И вдруг тогда я начал соображать, а что получается? Если есть агрессивные чувства, а потом поле деформируется, а потом приходит болезнь, то, значит, наши агрессивные эмоции со временем превращаются в болезнь. Но почему тогда, где они существуют? Я уже перестал обижаться. Почему я получаю болезнь? И вот тогда пошло познание и понимание того, что сейчас не может понять современная наука. Оказывается, современная наука вообще не представляет, что такое душа и что такое подсознание. Есть скромные догадки на уровне Фрейда и Юнга, не более. Так вот, когда я начал изучать полевую структуру вокруг человека, когда я увидел кармические структуры, которые рождают болезни, когда я начал исследовать, когда идет деформация полевых структур, когда я узнал, что эта деформация происходит при сильных агрессивных чувствах глубоких, вдруг я понял, что поле, которое я вижу, кармическое, которое первично по отношению к телу, на самом деле это есть то, что мы называем подсознанием, на самом деле это то, что мы называем душой, на самом деле это то, что мы называем нашими чувствами, и на самом деле диагностика полевых структур, которой я занимался, диагностика кармы, на самом деле оказалась диагностикой души. Так вот, душа оказалась первичной по отношению к телу. Наши чувства, оказывается, имеют двойственную природу. Чувства, которые обслуживают тело и зависят от него. Я залез в горячую воду, мне стало жарко. А есть чувства, которые первичны. И вот наука до сих пор не может объяснить, что такое гипноз. Почему человек убеждает себя, что вода холодная, залезает в кипяток, и ему ничего, с ним ничего не происходит? С точки зрения науки, это невозможно. С точки зрения науки, когда буддийский монах входит в определенное состояние, садится в Токио, в чан с кипящей водой, ему протягивают креветки, он окунает их в воду, варит, и затем вареное раздает. С точки зрения науки, это невозможно. Он должен свариться. Он просто включает первичную эмоцию, которая управляет телом и управляет миром, и начинает менять мир. Вот на этом и базируются все религиозные постулаты. У нас есть два уровня мыслей. Мы мыслим нашим мозгом, и мы мыслим полем. Когда мозг разрушается, человек теряет сознание. Обычно переключение происходит после смерти. Человек умирает, происходит выключение мозга, и поверхность сознания переключается на дублирующее основное. Вернее, дублирующее выключается, а основное сознание начинает активно работать. То есть мы постоянно параллельно, все диалектично в мире, всегда идут процессы левого и правого. Не бывает только правого и только левого. Не бывает одной стороны медали. Так вот, человек думает головой и думает полем. Человек чувствует телом и чувствует полем. После смерти, когда разрушается тело и голова, головной мозг, человек продолжает чувствовать и думать, но он уже думает полевой структурой. Феномены ясновидения, когда человек с закрытыми глазами видит. Феномены яснослышания. Феномены ясновидения во времени. Это все есть феномены включения нашего высшего Я. Это наше высшее Я, которое представляет собой полевую структуру, начинает активизироваться и получать любую информацию. Проблема только в том, что это две противоположности. И неправильное соотношение двух противоположностей может привести к гибели одной из них. Так вот, если говорить о том, что такое душа, то в современной науке, скорее всего, ближе всего будет понятие подсознания. Взаимодействие сознания и подсознания это и есть диалектический процесс развития любого живого существа. Подсознание есть у бабочки, у животного, у насекомого, у растения и у человека. Так вот, на уровне подсознания, то есть поля, мы все едины. Поэтому, когда думает бабочка и думает человек, происходят практически одни и те же процессы. На физическом уровне они резко отличаются, а на полевом уровне мы все едины. Так же, как листья на дереве различные, а ствол у всех един. Поэтому не случайно Юнг говорил о коллективном бессознательном. Мы все едины на уровне поля. Не только люди, не только вся наша цивилизация, но и все живое. Я шаг за шагом пробивался к этому пониманию. Я в первой книге или во второй привожу пример, как связаны родственники друг с другом. Теснее всего связаны родственниками. Из-за грехи одного могут расплачиваться другие. Если человек совершил какое-то внутреннее преступление, то удар идет по всей семье. Если человек не верующий, если у человека душа то, что называется, слабая, то происходят большие проблемы. женщина родила ребенка и он умер, не стал его хоронить, отказалась и так далее. И у нее потом стали умирать все родственники. То есть родственники связаны. и внутренний распад одного может нанести беды всей семье. И наоборот, внутреннее очищение души одного может положительно повлиять на весь род. Если в роду были святые, скорее всего, род будет долговечным. Если в роду были убийцы, преступники, воры, развратники, то, скорее всего, этот род будет вымирать. И это видно невооруженным глазом. Об этом люди знают. Существует наследственность. Так вот, одно из моих открытий, которое я сделал, когда я видел деформации поля, скажем, у ребенка, которое переводит к тяжелому заболеванию, я смотрел поле матери и видел точно такие же деформации. И вдруг тогда я понял, что мать просто передала ребенку свои эмоции. Оказывается, наши чувства могут передаваться по наследству. Кстати, передаваться, в первую очередь, чувства не вторичные, а первичные. То есть, говоря простым языком, не только наше тело генетически размножается, но размножается наша душа, наш опыт, наше поведение, мысли, чувства передается подсознательным образом нашим потомкам и влияют на их здоровье и их судьбу. Сначала для меня это была гипотеза, а потом я говорил матери, вот тогда тебя обидели, проси прощения. Она шла в церковь, молилась, просила прощения, и ребенок выздоравливал. Оказывается, через покаяние, прощение можно изменить себя и можно изменить свою судьбу и здоровье. Так вот, я увидел в реальности то, о чем говорится в Ветхом Завете, в Торе. В иудаизме просто говорится о том, что Бог наказывает потомков за грехи родителей. Но это и есть аллегория. Бог управляет нами через законы. Раньше думали, что Бог планеты вращает вручную, а потом поняли, что планеты вращаются по космическим законам. И сказали, Бога нет. Творец есть, но он управляет Вселенной через законы. Хотя, может сказать, закон может быть изменен в любое время, но тем не менее все управляется через законы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok